Всем привет! Сегодня у нас обзор компактного радио от компании Retekes, моделька PR12. Она у нас небольшая, весом всего 67 грамм. Присутствует разъем для флешки, коробочка здесь такая симпатичная, маленькая. Здесь основные фишки, есть двух цветов, это темного и светлого. На обзоре у нас светлого. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Оно действительно небольшое, компактное, легкое. Давайте быстренько пройдемся по комплекту поставки. Обычный microUSB кабель, не стандартная такая вот инструкция. Выглядит радио вот так, корпус здесь глянцевый. Сверху у нас разъем для флешки, также разъем для наушников. Антенна вот такой длины. По бокам здесь у нас включение в режим радио и включение в режим MP3. Посередине у нас выключение. Вот так включается моментально. Здесь переключение между FM и AM станциями. Здесь microUSB разъем для зарядки. Клавиша play-pause, также сканирование частот. Это клавиша переключения станций. Также, если долго зажимать, это увеличение, уменьшение громкости. Сзади у нас ничего нет, снизу тоже. Давайте включим, посмотрим. Съедобные факты от Лики Длугач. Даже без вычинутой антенны он отлично ловит. Экран у нас здесь монохромный, с подсветкой. Здесь у нас показано, насколько заряжен аккумулятор FM станции. Если вот так переключим, то будет AM станция. Достаточно крупные здесь символы. Думаю, все их увидят. Если зажать эту клавишу, у нас пойдет сканирование всех станций. Вот так это выглядит. Здесь можем вот таким образом менять станции, которые он синхронизировал. А если нажать сначала эту клавишу и потом нажимать эти, то вы уже сами можете набрать здесь нужную станцию. Удобно все сделано. Также, если переключаем сюда, то у нас включается MP3 режим. То есть вы можете через флешку что-то здесь слушать. В принципе, вполне неплохое компактное радио. Что касается качества звучания. Оно маленькое, но для таких габаритов она вполне громкая. И я даже назову ее чистой. Да, чистое звучание. Да, не на 100% громкости, примерно на 60% громкости. Вполне комфортно ее слушать. Как для радио все очень здорово. Ловят станции. Могу даже сказать, отлично. Даже без вычинутой антенны в пределах города ловят отлично. Такое вот компактное решение. Сюда бы еще Bluetooth, то вообще цены этому радио не было бы. А так, есть радио, есть разъем для флешки. Это, конечно же, сойдет. Подойдет ли оно для пожилых людей? Я не знаю. Здесь все-таки не совсем прям суперлегкое управление. Возможно, кто-то не разберется. А так, со своими задачами оно справляется. Также на подарок кому-нибудь может подойти здесь хорошая, красивая коробка. Можете выбрать из двух цветов. Вот такой обзор сегодня у нас был. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.